Это третье занятие по теме диатоника и диатонические лады, и на этот раз поговорим о том, что такое Дарийский лад. Не только о нём, ещё по такой теме, как параллельные лады, на примере Дарийского и Лидийского лада. Думаю, следует начать с такой темы, уже известной темы, как параллельные тональности. Параллельные тональности на примере, ну, всё тех же банальных и вам уже известных, тональностей До-мажор и Ля-минор. Ещё раз поясню вкратце, До-мажор и Ля-минор – это две тональности, минорные и мажорные, которые играются по белым клавишам фортепиано. Соответственно, они обе содержат только чистые, так скажем, только белые ноты. Следующая группа параллельных тональностей – Соль-мажор и Ми-минор – играются по всем белым клавишам клавиатуры, но с исключением одной ноты Фа. Вместо неё играется нота Фа-диез. Тогда мы находимся в диатонике Соль-мажор, Ми-минор, так скажем, в этой системе. Следующая тональность – Ре-мажор и Си-минор, далее там Ля-мажор, но это если идти по диезам. Так вот, чтобы сейчас поговорить о том, что такое параллельные лады внутри диатонической схемы, нужно уже хорошо понимать всё то, о чём я сейчас говорил, то есть о знаках при ключах у конкретных тональностей. Соответственно, знать, о каких из них диезы, о каких из них бемоли. Ну, это как минимум. Итак, поехали. На примере всё того же Ля-минора и До-мажора, таких белых, таких популярных и по-прежнему концептуальных. Так вот, Дарийский лад, можем получить его двумя способами, в принципе, достаточно тривиальными. И, допустим, вот в Ля-миноре сыграем Ля-минорную гамму. Я играю в пятой позиции, уже известную всем способом. Ля-Си-До-Ре-Ми-Фа-Соль-Ля. Чтобы получить Дарийский лад, надо повысить шестую ступень, соответственно, от обычного натурального минора. Он отличается мажорной секстой. Соответственно, это что значит мажорной секстой? Это значит, в нём не вот такой интервал от тоники до шестой ступени, а вот такой. А все остальные ноты стоят также на месте. Получается Ля-Си-До-Ре-Ми-Фа-Диес-Соль-Ля. Ну, допустим, второй способ – это не меняя тональности, не внедряясь в её структуру, соответственно, не понижая, не повышая никаких ступеней Дарийский лад, мы можем найти в его схеме, в схеме самого натурального минора. Если в миноре мы будем его искать, то найдём раз, два, три, четыре, на четвёртой ступени. Это будет у нас Ре, нота Ре. Если мы сыграем от ноты Ре гамму Ля-Ми-Ми-Фа-Соль-Ля-Си-До-Ре, то получим точно такую же схему, а соответственно и точно такую же аппликатуру, которую мы получали и здесь в Ля, на первой ступени, когда повышали шестую. Посмотрите, вот Ля-Ми-Ми-Ш с повышенной шестой. И теперь просто Ля-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми-Ми. То есть у нас одинаковая аппликатура получается, и соответственно, что говорит о том, что это одинаковая схема, поскольку мы помним, что у нас на гитаре всё перемещается равномерненько. Так вот, такими двумя способами мы получили, в принципе, Дарийский лад. Но заметьте, дарийский лад, который я сыграл вот здесь, я сыграл в ля-миноре Только с повышенной шестой ступенью То есть это дарийский ля-минор, так скажем Вот когда я играл вот здесь, этот дарийский лад Если имеется в виду, что он дарийский, он дарийский для ре-минора Соответственно, это ре-минор на дарийский Тут получается, логика какова? Когда я играю какой-то лад, я играю гамму какой-то другой тональности Но для другого аккорда Вот здесь, если вдуматься очень внимательно и вернуться до начальной темы по поводу знаков в тональностях, знаков при ключах, если вы помните, что это такое, то давайте вспомним, у какой тональности у нас есть один диез. Мы помним, что тональность с одним диезом это соль мажор и параллельно ему, соответственно, ми минор. Так вот, когда я играю на риске ля минор, я играю гамму соль мажора для ля минора получается, потому что ля, си, до, ре, ми, фа, диез, соль, ля. То есть получается на фоне ля я могу играть соль мажор, вот он. Ну вот, пока не будем вдумываться в его колориты, строить каких-то фраз, пока надо понять схематически, как это функционирует. Так вот, а если я беру из ля минора до риски лад, ту схему, которая находится у него на ступенях, то тогда, если я играю эту схему для ля миноры, для аккорда АМ, вот и на сон. Это будет обычный ля минор, натуральный ля минор. Если я же сыграю для ря минора, то у меня будет такая же функция, такое же взаимодействие, как и ля минор плюс соль мажор. Только здесь получится гамма другой тональности, можно даже вычислить, если есть желание. Но пока речь не об этом, потому что боюсь, что вы совсем запутаетесь, если вдруг я начал говорить слишком, уходить слишком далеко от темы. На самом деле, каждый раз, входя в новую тему, я пытаюсь пояснить о том, не только что такое конкретный данный лад, о том, что все эти лады взаимосвязаны, о том, что это всё одна общая схема. Само собой, каждый из них нужно воспринимать индивидуально, если вы хотите научиться уметь передавать колорит каждого. Но чтобы вы умели достаточно чётко и ясно передавать колорит из этих ладов, из каждого из этих ладов, вам нужно понимать, где и как они находятся, чтобы уметь быстро вынимать их и использовать на нужных этапах своего творчества. И теперь о том, что такое лады параллельные. Параллельные лады – это то же самое, что и параллельные тональности. Сейчас приведу простой пример на примере того же лидийского лада, который я уже обсуждал в первом занятии. Если мы возьмём параллельную тональность ля-минора, уже зная о том, что такое дарийский лад, и как у нас дарийский лад получается из натурального минора, а параллельная тональность у нас до-мажор, то же белые клавиши, как и ля-минор, получается это какая-то одна общая схема, только до-мажор начинается вот отсюда, а ля-минор начинается вот отсюда, к примеру, да, и они находятся в одной общей системе. Получается, когда мы идём в до-мажоре, мы идём просто с другой нотой этой системы, с другой ступеньки, но не выходим за её границы. Так вот, если я играю в до-мажоре, ну вот я тут решил взять в третьей позиции у меня до-ре-ми-фа-соль-ля-си-до. Если я сыграю лидийский лад, а это повышенная четвёртая ступень, у нас получается тритон, вот эта нота. Если мы посмотрим внимательно, что это за нота в до-мажоре, то мы увидим, что это нота фа-диез, потому что четвёртая ступень до-мажора – это нота фа. Повысив её на полтона, мы получаем фа-диез. Думаю, это очевидно. И если совсем немного по гармонии, хотя это достаточно громко сказано, то какие аккорды сопровождают, ну хотя бы пару-тройку аккордов, которые сопровождают вот эти наши лады, то есть на фоне которых они звучат как-то более благороднее, ну или, если сказать так, более эмоционально, наверное, да, более собрано, более узнаваемо. Ну, допустим, в дарийском миноре очень хорошо вмещается тот же самый маломинорный септаккорд, который не подвергается никакому влиянию повышенной шестой ступени. У нас как остаётся первая, третья, пятая и седьмая ступени. Но есть один момент, если мы его играем в целом, так скажем, у нас там возникает, конечно, биение между септимой и секстой, у нас там образуется секунда. Хотя, ну, это, опять же, творческий момент, не во всех случаях это именно так, поскольку мы можем сыграть это в разных октавах. Ну и, само собой, просто не стоит гнездить ноты все в одном регистре, чтобы образовывались именно в гармонической связке у вас такие интервалы, как малая секунда. Поэтому, допустим, септаккорд всё-таки вполне, вполне достоин быть на этом месте. Ну и, если, допустим, добавить уже непосредственно ту самую повышенную шестую ступень в аккорд, ну, если действует совсем просто, мы можем взять просто вот ноту фа диеза, где-то вот здесь её играть. Но это у нас будет аккорд именно, ну, который мы можем назвать ля минор шести, да, аэм шесть. То есть, с добавочной секстой у нас получается минор. Ну, хотя бы таким вот способом. Ну, или, допустим, можно мысли чуть-чуть иначе и, к примеру, взять и посчитать. Посчитав ноты, понять, что на самом деле это играется одной из обращений полууменьшённого септаккорда от фа диеза. Вот, да, такого же. То есть, где у нас тот же ля минор, да, у нас фактически присутствует в его составе. То есть, мы можем мыслить ля минором, но добавляется ещё вот нота фа диез. Вот так можно взять, только немножко другой аппликатурой. Я его беру. Вот так. То же самое может быть очень достаточно колоритно подчёркивать может этот лад. Вот этот аккорд. 7 минус 5. Ну, и бемоль 5, как угодно. И по поводу того же лидийского лада. То есть, у нас там повышенная кварта. Соответственно, у нас нота фа диез в до мажоре. Так вот, мы берём то же самое трезвучие до мажора. То есть, у нас тут до ми соль. Оно имеет место быть, на самом деле. Но, на самом деле, если мы будем играть с квинтой, то будет в некоторых местах, и довольно часто всё-таки возникать переченья. Я думаю, стоит играть именно повышенную четвёртую, чтобы создавать именно тот самый колорит, который присущ лидийскому мажору. Вот, допустим, ну так. Мы можем взять тот же до, тот же фа диез, снова до, но вот здесь вот. Ноту ми, я беру терцию. Вот получаем с пониженной квинтой минус 5. У нас тут получается аккорд минус 5. То есть, то же самое трезвучие, но с пониженной 5 ступенью. С пониженной 5 есть. Ну и, соответственно, можно, допустим, сыграть мейдж с пониженной 5 ступенью, как минимум. То есть, взять и добавить сюда ноту си. Допустим, это будет вот так. Вот она у нас. Хотя можно тут и добавить ноту до. Если, конечно, хочется, ну, тут несложно сделать это так. Так вот, примерно вкратце, то есть, даже не обязательно далеко залазить какие-то гармонические дебри, поскольку, если вы только осваиваете азы вот этих всех элементарий и диатоники, вам нужно понять то, как они взаимодействуют друг на друга, ещё находясь в состоянии гаммы, если так выразиться можно, да, в состоянии гаммы. А потом уже, когда вы научитесь считать их, когда научитесь выделять какие-либо ступени, будет чуть-чуть проще уметь выстроить нужный аккорд и применить его на нужные ступени корректно, правильно, чтобы гамма или какая-то часть этой гаммы прозвучала настолько хорошо, насколько она может непосредственно с конкретным аккордом. Вот всё то, о чём я хотел поразмышлять, всё то, о чём я хотел вам сказать на данный момент. Ну, до следующего занятия. Занимайтесь. Успехов вам. Всего хорошего.